Друзья, привет всем! Недавно мне исполнилось 30 лет в марте, 26 марта, и сегодня я вам расскажу, что изменилось в моей жизни. Я вам говорил, что да, немного изменились ценности, произошли изменения, но в основном то, что было во мне, оно и осталось. Оно сейчас просто, с этой войной, да, это все усилилось. Я по-прежнему считаю, что смысл жизни в счастье. Для меня смысл жизни в счастье, а счастье для меня в служении людям, в отдаче, в пользе, в помощи людям. Я лучше всего себя чувствую, лучше всего, когда я отдаю, когда я полезен людям. Понимаете, я, можно сказать, очень многое попробовал. Я с нуля там добился успеха, с абсолютного нуля. Я попробовал богатую жизнь, но счастливым меня делает польза, которую я несу. Больше всего счастье мне приносит именно отдача. Я уже говорил, что дорогие вещи, они не наполнят тебя счастьем. После вещей идут путешествия, но все равно этим всем, этим всем, ты никогда не наполнишь душу. Потому что душа безгранична, а безграничную душу нужно наполнять только безграничным. Это любовь. И больше всего счастья мне приносит та любовь, которую я отдаю, которую я несу. Для меня так. Ребята, это моя философия, я так живу, многие ее не разделяют, кто-то ее не понимает. Но я думаю, что люди ее не понимают из-за того, что они не пробовали так жить. Не пробовали так жить. Они ищут, ищут, да, что-то, что наполнит их душу, но почему-то к этому не приходят. Понимаете, вот материальные ценности какие-то, ну они, они приходят в свою жизнь, но они не с тобой. Вот как-то так. Они не с тобой. Они тебя окружают, да, когда ты живешь богатой жизнью. Они тебя окружают, но они не с тобой. А вот та благодарность, которую я получаю от людей, она напитывает мою душу, и она всегда со мной. Вот слова тех людей, они как бы внутри меня. Я как бы этим живу. А вот вещи вокруг, они не со мной. Вот как-то так получается. Я вам уже говорил, что те благодарности, которые я получаю от людей в комментариях, письма, которые люди пишут от руки, прикрепляют там открытки, они дороже всех денег мира. Всех денег мира. Они наполняют душу. Вещи не наполняют душу. И никогда ее не наполнят. Когда человек вечно в этой погоне, может ему так и кажется, я вот смотрю на других блогеров, может им так кажется. Одно путешествие заменяет другое путешествие. Одни дорогие вещи заменяются другими дорогими вещами. И знаете, это как наркотики. Ты каждый раз добавляешь дозу, но ее нужно усиливать, эту дозу. И вроде бы, да, ты чувствуешь себя счастливым, вроде бы тебе хорошо. Потом опять какая-то пустота, и ты опять в погоне за чем-то. За этим материальным миром. Может поэтому такие люди очень часто, довольно-таки часто чувствуют выгорание, какую-то депрессуху. Я ее не чувствую. Когда ты наполняешь свою душу духовными вещами, ты не будешь чувствовать выгорание, депрессуху. Да, у тебя будет плохое настроение, но это такое. И вот за все то время, когда я живу по такой философии, я никогда не чувствовал какой-то жесткой депрессухи, какого-то жесткого выгорания. Я вас призываю обратить внимание на духовные вещи. Они намного важнее в жизни, намного важнее. Может это ключ ко всему, да, чтобы человек был счастлив, чтобы человек был здоров. И вот когда люди меня спрашивают, а что тебя мотивирует? Вот ты уже там богат. Что тебя может мотивировать? Ты уже там добился успеха. Люди меня мотивируют. Люди, которые меняют жизнь благодаря моей философии, они нереально меня мотивируют. Моя команда меня мотивирует, когда я вижу, как она растет. Вот что меня мотивирует. И это будет продолжать меня мотивировать всю жизнь. Понимаете, я недавно думал, что высшая степень похвалы это спасибо, Тарас, ты изменил мою жизнь. Но вот с войной, да, я услышал вот такую вот фразу. Я хочу стать таким, как ты. Я думал, круче, спасибо, ты изменил мою жизнь, уже не будет. Оказывается, вот оно. Я хочу стать таким, как ты. Не как там известный футболист, известный боксер, там боец ММА. Нет. Я хочу стать таким, как ты. Кто я, да? Вот когда меня спрашивают, кто это такой вообще? Инстардинга, кто это вообще такой? Да я обычный человек. Я простой человек. Я автор этого канала. Я делюсь своей жизненной философией и показываю все на своем примере. Все. Просто в нашем мире, материальном мире, духовность как бы не ценится, ее нельзя измерить, да. Если ты там не миллиардер, если ты там не обладатель Оскара, там, или еще чего-то, да, чего-то материального, у тебя там какие-то заслуги. Нет уже списка Forbes по счастью, да, самый счастливый человек. Такого нету. И поэтому, да, людям так кажется, кто ты там такой? А это оказывается самое важное. Да, счастье как бы нельзя измерить, но это самое важное. Вот какую я пытаюсь донести философию. Я хочу быть примером для людей. И вас призываю, будьте правильными примерами для остальных. И тогда мы что-то изменим в этой жизни. В общем, ребята, на этом буду прощаться. Я в следующем видео эту тему раскрою подробнее. До новых встреч!